Пришла очередная посылка. Так, ну что, открываем. Хотелось бы сшить ниткой 10, иголка 150, ниткой 20, иголка 130, ниткой 30, иголка 120. Теперь будем пробовать на нитку потоньше, нитка номер 20, иголка номер 130. Так, ну и шпульный колпачок, тот который на нитку десятку, я регулирую его на нитку двадцатку. Сейчас намотаю шпульку. Эту нитку я оставляю на шпурке. На бобину я вот эту сеточку не ставлю, так как она сильно тугая и сильно задерживает нитку на бобине. Бобина у меня стоит вот так вот, без сетки. Вверху также перехлестнул бобину, перекрутил, поставил вот сюда. Нитка и через вот эту направляющую она проходит, все нормально. Она путаться не будет. Вот так вот, а сеточку я убрал, не ставлю. Так, беру шпульный колпачок. Вставляю. Так, вот раз. Ну и нам нужно попробовать, что у нас получится, не регулируя винт. Мы посмотрим потом по строчке. Значит, и еще хочу сказать, что челночное устройство нужно всегда вначале смазывать. Так, все. Ну и если долго не работали, то нужно, конечно же, капнуть вот сюда тоже масло, чтобы у нас немного она смазывалась. Тогда нитка в челноке будет идти легко и будет там челнок смазывать. Так, ну и, конечно же, нужно поменять иголку на этот номер ниток. Так, значит, 150-ку я снимаю иголку и ставлю иголку 130. До упора вверх обязательно поставить нужно ровно. Так, плоскость должна быть с левой стороны лыска, плоскость должна быть ровная. Так, есть. Вытягиваем нитку нижнюю. Так, все. Закрываем, закрываем. Ну и пробуем шить. Так, сейчас попробуем, как у нас строчка идет. Придерживаем обязательно нитку. И поехали. Так, смотрим, что у нас получилось. Ну, смотрите, строчка отличная. Сверху, снизу. Все нормально. Здесь вот даже и не требуется регулировки. Ни в шпульном колпачке, ни на регуляторе верхней нити. Значит, здесь все нормально. Значит, чем тоньше нитка, тем легче машина будет работать. Толще нитка и плотнее кожа. Есть кожа очень плотная такая, сбитая. Очень туго пробивается иголкой. Несмотря на то, что иголка под кожу, как на выходе идет иголка, разрывает снизу материал. Значит, это, конечно, иголка толстая. Ну, это все зависит, конечно, от материала, от кожи. Вот рычаг закрепки. Я сделал его подпружиненный. Во-первых, на большой длине стежка, на сильно толстых материалах, очень большое давление идет на зубья. Чтобы не прыгал рычаг, не менялась длина стежка. Я сделал вот так. Сделал я ремонт машины. Сделал модернизацию на толстую обувную нитку номер 10. Кому понадобится такое обучающее видео, ссылка в описании под видео. На страницу обучающих видео. Там два видео по подольской машине. Настройка подольской швейной машины на толстые обувные нитки. И дополнение к настройке подольской машины. Ну и еще видео по чайке 142М и подоль 142. На толстые обувные нитки и кожу. Если что-то непонятно, там же есть ссылка на почту. Пишите, объясню. Так, ну и пробуем на материале. Значит, ставим. Придерживаем нитку. И поехали. Значит, смотрите, что получается. Значит, у нас здесь нитку выбивает чуть наверх, вытаскивает. Значит, нужно верхнюю нитку немного отпустить. Опускаем. И снизу. Снизу строчка хорошая. Абсолютно. Длина стежка, если по уколу, то здесь почти что 6 миллиметров. Если по стежку, то 5 миллиметров, уверен. Ну, в общем-то, где-то примерно 5,5 миллиметров длина стежка. Если вы хотите сделать закрепку вначале, значит, берете, придерживаете нитку, прошиваете 2-3 стежка. И потом берете, поднимаете иголку вверх, в крайнее верхнее положение. Потом приподнимаете лапку и попадаете иголкой в первый укол. Вот так вот опускаете. Опускаете лапку и прошиваете. Так. Ну, смотрите, что здесь получилось. Обрезаете нитку. И вот эту свободную нитку тоже обрезаете. И вот получается вот такая вот закрепка. Таким методом делается закрепка на ролике. Так. Подняли вверх. Проходим назад. Попадаем в предыдущие отверстия. Вот так вот. И швем дальше. Также делаете закрепку и в конце. Протягиваете вперед. Лапку чуть-чуть приподнимаете. И так же прошиваете. Здесь, конечно же, нужно приловчиться. Так. Ну и эти нитки на конце, они обжигаются зажигалкой. Ну и вот получается вот такая вот закрепка. Вот. Попадает иголка в иголку. И здесь. Это опаливается зажигалкой краешки. Значит, если вас такая закрепка не устраивает, нужно это делать по-другому. Ну и второй способ закрепки. Это мы берем вот так вот прошиваем. Теперь берем, достаем изнутри нитку. И одну, и вторую. Обе. И верхнюю, и нижнюю. Вот так вот. И с этой стороны, изнутри, завязываете узелок. Вот так вот. Раз. И второй раз. Можно три раза. Вот так вот. Здесь нитка обрезается. И припаливается зажигалкой. Шоу остается, узелок остается внутри. Ну вот так вот. И строчка получается вот так вот. В конце край закрепленный. Ну, может быть, вы знаете какой-то другой метод. Значит, делайте другим методом. Так, вот так вот сверху наложу еще. Так, ну вот, если у нас кожа идет толще, видите, верхнюю нитку не затягивает. Значит, на толще кожу уже нужно затянуть верхнюю нитку. Туже. Это пробуйте на кусочки, потом шьете на изделии. так, все, нитка вот затянулась. Все нормально. Ну, вот, прошью вот здесь вот, на такой коже. Так, нужно вот сюда вот капнуть маслечко, так как у нас иголка просто со скрипом идет. скрипит на материале. Так, вот, смотрите. Здесь тоже все отлично. Так, ну и вот, потолще. Это самый толстый материал, больше 5 миллиметров. Здесь вот, конечно, просматривается полоска от ролика и от лапки. Ну, соответственно, это все уйдет через время. Я вот пальцем провожу, и оно уже уходит. Ну, вот так вот. Вот вверх. И вот низ. Так, здесь тоже все отлично. Так, ну что, теперь будем перестраивать на нитку 30-ку.